На часах 10.00 в Брестском государственном медицинском колледже уже оживлённом. Здесь принимают документы от желающих получить образование по двум специальностям. На выбор абитуриентам – лечебное и сестринское дело, как на бесплатной, так и на платной основе. В нашем учреждении образования две специальности. Специальность – лечебное дело, квалификация фельдшера-кушер, помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи. И специальность – сестринское дело, квалификация медицинская сестра. За вчерашний день, первый день начала приёмной комиссии, мы приняли 33 заявления с маленьким перевесом, пока лидирует специальность – лечебное дело. Возможно, потому что эта специальность даёт больше возможностей будущим выпускникам. Это и работа на скорой помощи, это и работа в родильном доме, и помощник врача, и возможность пройти переподготовку и получить новые специальности. Такого же мнения специальности лечебное дело, а точнее о широких возможностях для будущих выпускников, придерживается и Яна Лесик. Ещё в седьмом классе девушка для себя решила, что хочет связать жизнь именно с медициной, и оставшиеся школьные годы посвятила подготовке к поступлению. Сегодня она приехала в областной центр вместе с мамой подавать документы. Я решила поступать в мед, потому что мне это интересно, мне нравятся такие предметы, ну, нравились школы как биология, русский язык, и мне нравится такое. Я выбрала лечебное дело, потому что в нём, мне кажется, больше возможностей дальше какие-то выбирать, дальше идти на какие-то курсы, там, допустим, косметология и так далее, поэтому мне это вот интересно. Волнение у будущих медиков присутствовало, и это считывалось под дрожи в голосе и руках. Это состояние вполне объяснимо, ведь события такого формата случаются в жизни молодых людей нечасто, и к нему нужно хорошо подготовиться. Паспорт, аттестат, медицинская справка и необходимые ксерокопии – арсенал документов, который должен быть у абитуриента. Со всем остальным помогут справиться специалисты приёмной комиссии. А именно, правильно оформить документы и проконсультировать по возникшим вопросам. Особенностью вступительной кампании этого года в нашем колледже является то, что набор осуществляется на основе среднего балла документа об образовании. План набора не поменялся в соответствии с прошлым годом, мы набираем 280 человек. 90 человек – на сестринское и лечебное дело бюджет, и по 50 человек, соответственно, на платной основе. Востребованные специальности, которые получают выпускники Брестского государственного медицинского колледжа, предполагают, что сидеть без дела после окончания обучения ни у кого не получится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!